Всем-всем привет, с вами Клеопатра. Клан 17 уровня Беларусь Вар объявляет набор, начиная от 9-го Тонхола с фуловой прокачкой. Ребята имеют очень хорошую статистику и крепкий костяк в руководстве. Это 11-й и 12-й Тонхоллы близко к фу, поэтому никаких проблем с донатом не будет, это наглядно видно по количеству доната, которые сейчас есть практически у каждого игрока в клане. Также ребята играют во всех игровых режимах, это клановые воины, клановые игры, ЛВК, и делают это весьма стабильно и с хорошими результатами. На протяжении нескольких сезонов стабильно держатся в Хрустальной Лиге в ЛВК, а про КВ говорить нечего, более полутысячи побед и всего 134 поражения. Дэк клана оставлен в описании, присоединяйтесь, пока там еще есть свободные места. После выхода июньского обновления, DS9 стала мечтой для многих игроков, ведь если ее прокачать, а именно выкачать хижину Отто на пятый уровень, то можно получить шестого строителя. Естественно, сделать это за сутки практически невозможно, однако некоторые игроки уже умудрились. Этот профиль нашел мой подписчик, Алмазбек Эстебесов, ему отдельное спасибо. И как мы можем заметить, у данного игрока еще не прокачена полностью основная деревня, однако же на деревне строителя уже есть боевая машина 30 уровня и пушки фуллова 18 левла. Это наводит на размышление, что возможно он действительно выполнил все задания, связанные с хижиной Отто. И если мы посмотрим, то да, наши догадки верны. Хижина Отто пятого уровня, и как вы помните, по достижению пятого левла появляется еще один строитель, как раз таки робот, который у нас остается в деревне строителя, а вот главный строитель может переезжать на основную деревню. И сейчас, если мы с вами приглядимся, то около золотой шахты как раз таки и работает маленький робот Отто. Выглядит он в игре весьма мило, и мне кажется, прям вот очень действительно нужно его иметь на деревне строителя, потому что он действительно хорошо сюда подходит, он сочетается со всем тем, что есть на ДС. В общем-то, он в игре, именно вот не на картинке, а в самой игре, мне очень-очень понравился. И пока малыш Отто трудится у нас на ДС, мы переедем на родную деревню к этому игроку, и увидим, что хижина главного строителя уже у него построена. А это значит, что на текущий момент у него в родной деревне 6 строителей. Хижина главного строителя имеет немножечко другой вид, у нее есть такой небольшой базис возвышения, на котором стоит непосредственно сам домик. И если мы сравним хижину главного строителя с хижиной простого обычного строителя, то внешне сразу есть различия, особенно если их поставить рядышком, и как раз-таки увидеть разницу между этой приступочкой с лестницей. Но на то он и главный строитель, чтобы его домик отличался. Но, однако, и это далеко не все, ведь тот человек, кто прокачал себе шестого строителя, это не предел фантазии, потому что в игре уже есть некоторые игроки, которые успели себе прокачать все по фуллу после выхода июньской обновы. И вот вам один из примеров. Этот игрок имеет очень много аккаунтов, я уже делала о нем отдельный ролик, у него действительно огромное количество акков, и все они имеют вот такое название. Этот игрок часто появляется в топах вместе со своим кланом, либо же с своими профилями, но, в общем-то, у него огромное количество 12-х тоннхолов, и большинство из них находится в легенде. У этого игрока есть не только хижина главного строителя, но у него абсолютно все прокачано по фуллу, начиная от заборинок, которые добавили на 13-й уровень, заканчивая даже героями. И абсолютно такая же ситуация у него и на деревне строителя, он также успел здесь все прокачать. Это буквально за один день после выхода обновы. Абсолютно все, максимальные войска, максимальная боевая машина, весь деф, все строения, даже забор тоже полностью прокачан. Кстати, обратите внимание на количество его кубков, в 352 кубка, а побед в боях всего лишь 10. Как вы понимаете, он вообще не играет на деревне строителя, но при этом у него все полностью выкачано. Конечно, как он это сделал? Ответ тут абсолютно прост. Это бешеный донат в игру, донат на гемы, донат на спецпаки, не знаю еще, на что можно было донатить. В общем, максимально огромное вливание денег в игру, но зато, видите, о нем говорят, он действительно один из первых, и это невозможно не заметить. Кроме того, можно также обратить внимание, что у него на базе, недалеко от боевой машины, есть очень интересная статуя. Меня уже начали в комментах спрашивать, что это такое, что за статуя, где взять, тоже хочу, как ее получить. Но на самом деле все очень просто, и чтобы получить эту статую, мы сейчас с вами вернемся обратно в мою деревню и зайдем в магазин. Если мы это сделаем, то мы увидим, что сейчас идет некоторая акция под названием «Монументальный набор». Эта акция будет идти 4 дня, стоит 379 рублей, и именно в этой акции вы можете приобрести уникальное препятствие, статуя боевой машины. Видите, здесь прямо написано, что можно приобрести только в этой акции. То есть два варианта. Либо вы донатите и покупаете эту статую, либо же вы не донатите, но тогда никогда ее не получите. Я решила такую статую приобрести на память, она действительно классная, мне понравилась и стоит, в принципе, не очень дорого, как золотой пропуск. Вместе с этим я получила еще две баночки зелья для ДС и еще огромное количество ресурсов. И сейчас уже можно поставить эту статую, но, согласитесь, смотрится реально очень здорово. Мне именно понравилось то, что здесь боевая машина как бы в движении, то есть статуя как будто бы живая, а не статичная, да, вот поставили и стоит, а именно в движении, и ощущается, как будто сейчас машина сорвется с места и побежит тоже в бой. В общем, не знаю, на мой взгляд смотрится очень здорово и мне кажется, что стоит еще сейчас докупить себе фонариков каких-нибудь вокруг машины, чтобы все это дело подсвечивалось и будет совсем прям классно. Ну, по крайней мере, давно уже задумываюсь, чтобы сделать что-нибудь такое красивое, может быть траву вырастить, может быть какой-то уголочек такой классный, потому что, когда смотрю базы на стриме, мне всегда очень нравится, если у людей есть красивый ухоженный уголочек на деревне строителей. Это всегда смотрится очень здорово. В общем-то, покупкой я довольна. Как видите, наверху у меня сейчас эликсир даже перевалил за максимально возможные на текущий момент у меня в хранилищах. Это нормальная ситуация, об этом как раз и было написано в магазине, то есть ресурсы не, скажем так, дожидаются, пока у вас хватит на них места. Аналогичная ситуация и с зельями, то есть 5 из 5 должно быть, но у меня 6 из 5, потому что не занимают места. Ставьте лайк, если видео вам понравилось, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски и, конечно, хороших вам воин. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok